И всем привет, ребят, с вами Сарманьки. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы будем обозревать новый интерфейс, который может появиться уже в эту пятницу на наших основных серверах. Сегодня я нахожусь на тестовом сервере. Это новый обновленный интерфейс в бою, который на сегодняшний момент времени уже полностью готов. И уже, я считаю, что в эту пятницу спокойно может появиться в нашей игре. Я очень рад тому, что произошли изменения в виде этого обновленного интерфейса, потому что у нас появилось как минимум две раскладки. А то этот интерфейс я уже видел месяц назад, и он выглядел вот таким вот образом. То есть у нас показывался овердрайв с левой стороны, хп-шка танка и как раз-таки зарядка вашего выстрела показывалась снизу, и расходка показывалась справа. Радар находился слева сверху. И когда я увидел эту раскладку нового интерфейса обновленного, я, конечно, был максимально расстроен. Я понимаю отлично, что это очень и очень сильно непривычно. И для тех игроков, которые уже привыкли, да, я не говорю сейчас про тех, кто может только начинает играть, может кто начинает, тому и будет это и нормально. Но все уже привыкли, что хп над танком, что расходка снизу, то, что радар с правой стороны, и все выглядит приятно и дефолтно, да. Но с такой раскладкой все максимально-максимально некомфортно с точки зрения привычности. Да, может быть через время я скажу, что это тоже уже неплохо, что с этим можно играть, но на сегодняшний момент времени, если вот, например, бы завтра у нас в игре вышел бы обновленный интерфейс, и он выглядел бы вот так, то я бы точно сказал бы, что это максимально некомфортно и неудобно. Но разработчики у нас сделали два вида нового интерфейса, и есть как раз-таки боевой интерфейс в центре экрана, и это тот самый старый, добрый, привычный интерфейс, только в обновленном виде, да. И каждый раз, когда вы нажимаете на расходку и не можете ее, например, прожать, да, там написана циферочка, да, и как вы вжимаете ту или иную кнопку, да, то есть это тоже визуально неплохо. Но что касаемо дефолтного интерфейса, я максимально, просто максимально доволен, что этот интерфейс добавили, и то, что у нас есть как раз-таки это право выбора. То в последнем видеоблоге говорили то, что нужно проголосовать, какой интерфейс лучше, и тот интерфейс появится у нас в игре. Благо, они сделали кнопку и есть возможность выбора, потому что если бы ввели бы тот самый первый интерфейс, который я показал, я бы остался максимально им недоволен, и я думаю, что я бы расстроился очень сильно. А так, с дефолтным привычным интерфейсом все выглядит максимально круто. Также у нас обновляются иконки устройств, иконки как раз-таки количества киллов и набора опыта, плюс захваты точек и все специальные как раз-таки события, можно так сказать, на карте, да, они теперь отображаются по центру, так же, как и сброшен золотой ящик, отображается это все по середине экрана, то есть работает примерно так, как это работало раньше. И теперь я, например, ну уже с большой долей вероятности не смогу пропустить выпадение нового голда, потому что когда у нас было отображение слева, да, и сейчас оно как бы есть на основных серверах, то бывают моменты, когда ты просто пропускаешь и не видишь эту точку, да. А здесь как раз-таки посередине экрана все, ну, более приятно, наверное, для глаза, и когда вы смотрите и играете, то я думаю, что вы благополучно будете все это видеть и как раз-таки не терять из виду. Обновленные иконки видны ли в гараже? Сейчас зайдем сразу посмотрим, здесь ли есть обновленные вот эти вот все иконочки или их нету. Нам надо, например, зайти в корпуса, открыть устройство. А, нет, здесь они выглядят по-старому, да, то есть в бою они только выглядят по-новому, я так понимаю, да. Давайте, например, приобретем иммунитет от оглушения и зайдем, давайте, в бой. Также можно было бы, конечно, купить каких-нибудь голдов, чтобы по центру показать, как все это дело видно, да, может быть, даже сейчас мы... Да, есть обновленный, хорошо. Давайте приобретем немножечко голдику, если есть такая возможность, вроде как... А, магазин надо открыть, давайте быстро сейчас откроем магазин, благо у меня на это все возможности быстро сделать есть, так как мы вместе с вами уже научились эти магазины открывать. Так, ну и давайте откроем, или не откроем, что-то он не открывается, не понял прикола. А, вот открылся. Так, давайте купим чуть-чуть голдов. Так, ну и пикнем в бой, посмотрим, как это будет выглядеть с одной раскладкой и с второй раскладочкой. В принципе, я полностью доволен тем, что есть вот этот вот новый вид, да, и вот сейчас вы видите, да, сверху как выглядит эта расходочка. Так, ну и вот сбрасываю голд, он отображается как раз-таки по центре ику. Круто, круто, супер. С центра я точно не пропущу выпадение золотого ящика, и вы, я думаю, что тоже будете с этим максимально согласны. Ну и обновленные иконочки выглядят примерно таким образом. К ним надо будет немножечко тоже привыкнуть, я думаю, потому что не особо привычно их видеть. Ну а так, в целом, я доволен новым интерфейсом и доволен тем, как все это дело будет выглядеть. Самое главное, что есть их два, и можно самому выбрать, какой интерфейс вы хотите и какой вы больше предпочитаете. Новый, обновленный, либо старый, дефолтный, только с немного обновленными как раз-таки иконочками. Пишите, что вы думаете по поводу нового интерфейса. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился, и вы считаете, что он был информативно полезен. Также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег создателя контента, это тегтимп, установите его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч тан, коин, а вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!